Тут у нас ничего такого не произошло. Терран выходит сейчас и будет забирать четвертую зерга. В это время сам Терран себе четвертую ставит на Индзю. И сервер, да, он четвертую таки заберет. И сейчас надо отсюда быстро-быстро убегать, потому что зерг сейчас будет очень злой. И сейчас этот Терран прекрасно видит, потому что вот Марик у него грамотно поставлен. Зачем я говорю? Один Марик дал Вижена столько, сколько, наверное, просветка не дала бы. Терран у нас увидел, что и есть ультралы, и есть бэйны, и мута есть, и линг есть. То есть весь состав армии зерга просто был как на ладони. При этом умер всего один Марик. Это 50 минералов. А, обрывы, друзья, в этот раз, потому что у Резома ураган, да, у тебя или что там? Не ураган, а просто обледенение проводов и ветер сильный. В общем, погодные условия. Сейчас урывается у нас Терран. Да что ты творишь? Вот это жесть. Сейчас бэйны так рванут. Держи. Пол армии, до свидания. Вопрос теперь, как сыграют мины. Мина, раз, два, два, бэйна. Она не взрывается, взрывается у ультралов. И ультралы очень хорошо держат эти мины. И вся армия Терран просто распадается на запчасти. Не выдерживает нифига их планетарка. Танк, сейчас закрывай проход. Закрывай проход, пока зерга тебя не взрывает. Все, тут проходы, ультралы просто сейчас железобетонные против мины. Посмотрим, рассмотрим. Начинается у нас на лому, начинается у нас... Тут у нас стоит один Тор. Тор должен танковать муту, потому что все муты пробьется. Минки зарываются, но недалековато. Не достанут они как должны. Хилпат улетел, тут марики с топкой доходит. Минки против ультралов, даже комментировать мало чего надо. Только не муту четко взорвали только что. Просто красота. Посмотрим. У одной минки 15 скиллсов, у другой 7, еще одной 14. Марики, марики, слабо. Ну, лингов поснимали минки, а вот с ультралами, конечно, нечем было бороться. Да, и муту сняли, но, к сожалению, увы. Увы, Терран проиграет первую игру. По-моему, не очень был... Не то, что не очень был активен Терран. Нет, такая средняя активность. То есть, можно его прокатить. Просто ему не фартило. Как по мне, были жесткие нефары. То он дропнет его, спалят. То вообще 3 медивака слил. То есть, просто, видимо, не фарты было. 1-0. 1-0 в пользу Зерга. Из команды Бивер, Дегит. И карту сейчас у нас будет выбирать Терран. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Искатель пишет, нельзя оценивать жизнь Майрика в минералах. Ну, с одной стороны, конечно, Искатель, я с тобой согласен. Жизнь Майрика в минералах не оценишь, что-то я не спорю. Но в данном случае война и, в принципе, жизнь почти любого юнита не имеет особой ценности. Имеет смысл только его эффективность. Тут умирает Марик, но он дает потенциал армии, которая побеждает противника и в итоге убивает всех своих оппонентов. А если Марик не дает Фижина, умирает где-нибудь не так, или любой, не только Марик. Зерг приходит или рыбает, там, Протас, Терран, другой же. Тебя убивает, умирает и этот Марик, и все его кореша из своего армии, и база. То есть, как бы, оценивать в контексте, нельзя жизнь Марика оценив в минералах. Но, с одной стороны, конечно, нельзя. Вопрос философский у нас тогда пойдет. Так, готовы. Почему-то они пишут go. Карту, кстати, Йонсу. Вбрай Йонсу, да? Хорошо. Терран, поди, выбрал карту Йонсу, да? Против Зерга. Так, что-то там. Ага, все, отлично. Я присоединился к сообществу советского капа, само собой. Да, я вот не вижу серого кардинала у этого сообщества. А, его... Где он? Его нет в списках здесь. Его рук и глаз... Но он, наверное, не должен быть светиться, правильно? А то он серый кардинал. Если светится, то он какая-то публичная личность. А кардиналы, как правило, никогда не видны. Что странно. Потому что в приглашении был указан его имя, но его в списках нету в итоге. Но он будет отцом-основателем, хорошо? Не, ну там надо подкорректировать название. Название надо подкорректировать, потому что вот в данном виде трудновасненько будет его писать. Серьезно. Ладно, хорошо. Думаю, Ротшак никуда не пропадает. Он, во-первых, в скайпе, он, во-вторых, в батлнете. Думаю, найдем. Ну и, опять же, на ГГ он присутствует. Итак, Терран. Синего цвета. Афоня. Давай, Афоня, делай что-нибудь. Побеждай. Ё-моё. И Зерк. Братец-бобёрк. Вот на данный момент Дегет, вы видите, с красным носом. Вот он победил своего оппонента. Размакрился. И в итоге, по-моему, просто чисто макро-машина его унес. Как я считаю. Как по мне, эта карта, конечно, больше Терранам подходит. Есть у них здесь шанс хорошенько. Да и Зерго, да и Доса, в принципе, поднаказать. Хорошенько поиграть. Потому что на том, блин, долбаном Дедале, как я по себе знаю, ну, очень тяжело. Попробуй там четко отыграй. Все, начали играть. Картинку давай в игру, представляй. Да я уже представил, собственно говоря. И игру представил, и картинка в игре. И игроков удачи пожелал. Барак у нас ставит Терран, кстати. Вот он. Решил застроиться. Вопрос такой, что дальше он будет. Я бы, наверное, Рипера поставил бы. Нормальные темы для разведки. Может, там нет-нет, что-то подхарасить удастся. Лететь относительно недалеко. Вот отсюда и к Зергу там. А Зерк халявит, думает. И раз на той карте прокатило халяву, то может, и на этой прокатит. Сразу поставлю я хату до пола. И буду с нее уже личинок себе колбасить. Ну, посмотрим. Как бы ни наказали его. Нельзя оценивать жизнь Марика в минералах. Да, я уже целый эпос по этому поводу выдал. Так, вот почему-то один газ, я не понимаю, Террана. Если это Рипер, то газ он был побольше. Но нет, не решается он на стене. И выйти через него. Пока что Марик. Ну да, тут пул. Все по стандарту. Пул, газ. Так, хата у Зерга у нас достроилась. Пул достроится. Три рабочих на газе у него. Терран ставит бункер. Это, кстати, классная штука. Бункер ставит. Ну, далековато, как по мне, я считаю. Мне кажется, стоило вот здесь все же. Он хочет два прохода. Я понимаю, он хочет под контроль. И этот проход, и этот проход. Ну, блин. Прохладно. Может, такие темы видели, когда здесь строятся бункера. И просто здесь пытались застройку вот здесь вот делать. В итоге это не очень получилось. Не советовал бы я. И вначале Старкрафтеры придумали. Вот тут ставить бункера, где-то, и тут или свои гейты, закрываться. Такие длинные, длинная такая постройка. Не уверен, что она подойдет. Как бы я так не советовал ставить. Ну, он выбрал здесь из позиции хайграунда то, что этот бункер на возвышенности. Вижена якобы у Зерга не будет. Но это все относительно. И, конечно же, трудно будет бункер сейфить этот в начале игры. Это в поздней стадии. Понятно то, что уже особой разницы нет. Но вот сейчас это, конечно же, хотелось бы ближе к баракам. Роуч Варион у нас от Зерга. Зерга себе заказала Роуч Варион. Может быть, он с двух локаций будет рачами давить. Не знаю. Посмотрим. Пока что еще неизвестно. Роуч только до заказа. А там будет... Ну, сейчас все на это похоже. Смотри, газы не добавляются. Три оверлорда до заказа. И это все смахивает на вот этот билд. А меня больше смущает то, что на натурале мало рабочих. Вот это вот, как по мне, показатель. Слишком мало. Всего два рабика на натурале. Да. Естественно, и это тоже. И, по-моему, сейчас мы увидим первый Роуч Пуш с двух локаций на совке. Хорошо. Ну, Террен, тем не менее, ставит бункера. Он почему-то... Ну, в принципе, да. Может быть, с двух бараков факторка сейчас. Ну, блин, если факторка, то лучше перелетать и сразу заказывать танк. Нигде тут стимпаков, ни какой-то фигни, никаких мародеров. Сразу танк и ставить где-то вот сюда. И тут тут соплайки, соплайки, соплайки везде. Ладно, этот смысл я понял. Ты тут застроишься, хорошо. А здесь? Ведь Роучи могут отсюда прийти. Им не в облом обойти вот здесь. Камень тут не развалял. В крайнем случае. Так, Роучи уже есть. Их приличное количество уже, в принципе. На те бункера, которые Террен хочет выставить, их хватит, их здоровья. Так, нет. Ну, знаешь, самая большая проблема вот такого билда зерговского... Понятно, что когда есть сеть штанги, это очень трудно штурмовать Террена. Но самая главная беда, это, конечно же, Банша, которая... Которая по таймингу примерно появляется, если билд у Террена точен. Она будет появляться, когда уже зерги начинают врываться на натурале. Видели, друзья, что заказал у нас Террен? Два гиллиона. Вот эта ошибка. И Банша появится здесь, к сожалению, очень поздно. Рочи уже вот, а Банша еще нет. И Роучи. Настреляли им в пукан. Они все-таки отбежали. Я думал, взять... И зерк отступает. Смотри, вот такие были вложения серьезные в этот пуш. Экономика слаба. Два дрона всего лишь на натурале. Тогда я зерга перестал понимать. Ты вложился, тогда уже иди. Не вложился, тогда, собственно говоря, не стоило. Не понимаю. Ну да ладно, собственно говоря. Это пусть у нас делает мистер Бобер, мистер Деггет. Ему решать. Нет так нет. Но Рочи, кстати, показал. И пуш не удался у него. И ничего он толком не забрал. Вообще даже ни Марика, ни одного. И Рочи своих показал на ранней стадии. Теперь Мастерн прекрасно понимает, что там Рочи у него есть. Что натурал долгое время был такой довольно слоупочный. Ничего там не добывалось. Нормально дал информации. И в итоге ожидают его здесь. Ага, два Гелиона и Марик. Ну ладно. Пусть будет так, как говорится. Может быть тоже что-то нахарасит. Скорость с Халлингом и Бейлинг Нест. И неужели Зерк не потерял надежду свалить ранее агрессия Терена? Ну Терен бы третью ставит. И это говорит о том, что если бы сейчас Зерк шел бы Бэйны Рочи Линги, у него были прекрасные шансы. Так, Вижен и показал от обоих игроков. Пробил на Зерк камни. Камни пробиты. Теперь можно спокойно идти ставить третью скорость Лингом. Ну в принципе... Там дроп на Майндзерку и заранее спалился этот дроп. Ну какой палевный дроп вообще. Прям под королеву прыгнул. А сбоку нельзя было высадиться, если они спалили? Ну знаешь, вот такой стэк рабочих можно сейчас так жарить. Да, это очень жарить. И как жарят? Да, беда. Да. Дорогие друзья, был потерян у нас один мародер, два гелика и забрал, уничтожил 10 рабочих. У нас Терен плюс установил добычу. Королева тоже осталась. Да, с учетом того, что осталось всего лишь... Да, по рабам общего. Скажи. 34 на 41. Кстати, у Зерга больше. Да, у Зерга больше, но опять же... Это с учетом минус 10. У него получается 51 был бы на такой минуте. В принципе, неплохо дронился. Зерга, Терен выходит в третью. У Терена есть 20 штанга на натурале. Марагеры, марики. Марагеры, марики, да. А у Зерга пока что разбитая корыта есть. Лэйр морфится. Скорость врачам даже не заказывается, потому что лэйра нету. Эволюшенов вообще нету в продакшене. Но третью тоже поставил Зерг. И она у него будет позже, чем у Терена. Вот так вот играет Зерга. У Терена уже добывается. Уже там 4 мула, она не дубасит вовсю. А у Зерга только-только ставится 3-е. Это все последствия. Знаешь, как он переболел, человек какой-то болезнью, у него остались последствия какие-нибудь там. То есть там переболел он с жестким гриппом, а у него там пошло осложнение на легкие или еще что-то. Вот сейчас вот в данный момент Зерг с осложнением играет. Вот этот выход из врачей в итоге получился довольно прохладным. Ничего не добился, еще в итоге по минералам отставания. Это где-то и видно было, чтобы Терен брался Зерга, вышел в третью, еще в наглую так добывал. Я с основным инкам покажу, чтобы для интереса вы смотрели. И увидите, что сейчас Терен добывает 200, ну и 200, 2000. Ага, Зерг 1400, 1500. Вообще отлично. Терен, по-моему, дела красота. Грейды заказывает по рабочим 43 на 46 в пользу Зерга. Кто-то, считайте, не починит никакого преимущества. Даже, как мне кажется, Зерг отставал бы. Зерг, кстати, забегали. Да, пришли Линги, вот планетарка их сейчас примет всех дружно. И мини-баки пошли. Ну, так вот, одна эволюционная камера мне не нравится. Одна инженерка у Терена мне не нравится. Пора бы уже вторую добавлять. И дроп очередной готовится. Вообще красиво было бы. Вот сюда бы делаешь. И вот сюда делаешь. Видите, вернее, сюда, пардон. Вот сюда делаешь. Ведь Зерг плетку не ставит никакую здесь. Ничего не ставит. Опять одна королева желтая стоит. То есть Зерг ни плетку, ни споровика вообще ничего не поставил. То есть к дропам он здесь не готов абсолютно. Заходи да убивай. Тут даблдроп готовится. Да, именно сюда. И, кстати, оверлорда здесь не мешало бы Зергу подразвешивать, чтобы заранее хоть видеть медиваки. Ну, самый центровой дроп вот здесь вот. Вот он, самый классный. Это дроп, в котором один Марик. Дроп, в котором один Марик. И Зерга попали. Может быть, он агрил на себя Зерга таким дропом? Ну, так есть. Ну, куда ты опять паришься? Ну, неужели нельзя под стимпаком забежать, чем под бустами залететь? Ну, смотри, ему удобнее так. Он высадился, в принципе, что-то отнимает уже рабов. Минус сейчас будет Беллинг Нест. Неплохо. Неплохо заходит. А вот Зерг что делает? Беллинги на месте стоят. Минус Рочварион еще. Все, правильно, улетай. Вот это грамотная тема. Забрал. Вот главное, жадность Фраера погубит. Когда есть такая старая поговорка. Никогда не жадничай. Забрал немножко, из тебя будет. Еще успеешь забрать. Не последний дроп в твоей жизни. Терн ставит четвертый. Терн меня уже просто поражает. Да, еще и наглость. Это очень наглое место. Я не знаю, это, по-моему, БМит у нас, Зерга Дегит. Очень похоже, да. Вернее, не Дегит, а Фони. Да, очень похоже. Кстати, сколько у нас тут бараков? Шесть штук бараков, нон-стоп-продакшены. Инженерка, кстати, до сих пор одна. Пора уже ставить у нас арморку. Да, ну, конечно, чтобы гриды пошли двойные. А вторая инженерка, все, теперь красотища. Кстати, классно делает Террен. Никуда эти дропы не улетели. Они просто здесь в углу стоят. Да, и ждет Зерг, но и Террен не улетает. Он сейчас вот сюда какой-нибудь дропнется, дабл-дроп и все. Линги не смогут дабл-дроп отбить. Дабл-дроп уже отправляется на третью Зерга. И вот сейчас Зерг там тоже, кстати, лингов оставил. Так что сейчас этот план может не у Доса. Хотя какой прекрасный план, когда Зерг рвется на одну локацию, в это время на другой высаживается, дабл-дроп. Вот тут сейчас Террен высаживается, и Зергов принимает сверху. Муда еще не готова. Все. И сейчас Зерг здесь... И вот такое количество Мариков еще под Медиваками. Все. А, вот так вот пришел Террен. Это вот и была ошибка. Надо было дождаться, пока один из них убежит. То ли тот, то ли это. Конечно же. Конечно же Зерг, вернее, Террен поторопился. Хватило ему силу, чтобы пробить здесь. Не доконтраливает свой дабл-дроп на третью Зерга. Бейны, бейны бегут, какая куча. А видит Террен этих бейнов и... И все, до свидания. Но Медиваки успеют хоть спастись. Ну, муты, в принципе. Вот, кстати, грамотно Террен делает. Жертвует один Медивак. Жертвует его. Зато второй спасся, да. Все правильно. Вот так вот правильно он делает, потому что один Медивак жертвуешь. Отличное место. Только для муты здесь добивать. Или рачами. То есть один Медивак жертвуешь, как правило, пустой жертвуют Терраны. И один Медивак целый улетает. Вот это вот грамота. Не так, что два Медивака летят, и в итоге мута вся на них агрится и щелкает их. Вот так вот делать надо. За это уважуха. Так, ну что, четвертая у Террена заработала. Миллион здесь сразу ставится туреток. Сразу планетарка. Кстати, так любят планетарки и туретки, не мешало бы здесь заказать, когда тот отгрейд. Автослежение. Играет на броню. Что можно задвиваться. У Зерга, кстати, тем временем уже улья есть. Он может выходить в Терр3 технологии. И что даст Терр3 технологии? Ну это, конечно же, в первую очередь ультралов. Потому что против такого Террена ультралы были бы неплохие. Тут у Террена танки. У Террена тут мародеры-марики. А вайперы-это, конечно же, уже вспомогательный юнит. А вот ультралы не помешают сейчас. И, кстати, Террон занимает Зелнагу. Ну, свою Зелнагу хотя бы надо занять Террону. Промахнулся Марик. Очень интересно. Маленько, да? Да, он тут встал вместо этой Зелнаги. Да, конечно. Приходит мута, и сейчас она, походу, отгребет. Еще и потерял одного мута-лиска. Вот на таком муви зерк. А мута-лиск стоит 100 на 100. Это дорогой вид юнитов. Дорогая тема, чтобы терять. Кстати, по рабочим я вам показываю. 53 на 50. Догадайтесь, пользу кого. Террон делает выход. Но мне, знаешь, кажется, что этот выход достаточно опасно. Вот так вот выходить. Можно сейчас... Тут же бейны стоят. Ёлкино, муви. Сейчас можно отдаться. Бах, бах, бах. Такое количество бариков просто подарил сейчас Зергу. Зерг, наверное, сейчас даже улыбнулся. Где-то, да? Ситуация хоть ему улыбнулась-то. Удачи. Но, как бы, да, это до определенного уровня. Сейчас этот террон просто размасится. А ведь он размашивается вовсю. Уже 56 у нас рабочих на 47 рабочих у Зерга. И с каждым разом эта ситуация ни в коем случае не меняется в сторону Зерга. Только хуже и хуже. Армия Зерга сейчас вот бейны. Четыре, которых анаморфил. Стопка муталей и стопка рачей. То есть, вот, пытается какую-то охрану какую-то сделать. Хорошо, охранка здесь есть. Охранка здесь есть. На мейне охранка вот линги. Она четвертая охранка какая. А сагришься сюда, терн дропнется сюда. Сагришься отсюда, терн побежит с другой стороны. То есть, терн сейчас остался столько баз. Я не знаю. Это Зерга своим муталями летать и армией три года убивать. Это сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть в четыре потенциальная будет сейчас игра. Терн всю армию решил собрать. То есть, решил на пофиг, да? Красавец. Красавец. Вот это будет масс-дроп сейчас. И во многом от успеха этого дропа будет зависеть игра. Потому что, если терн сейчас потеряет вот это все, то Зерг может прийти и смести остатки терновских вот этих соединений. Два танка. Мне вот не нравится то, что терн до сих пор имея армор. Как-то странно. Наконец-то вот только сейчас у него грейды 2-2. У него в процессе у нас заказал. Это хорошо. Танк на слоупоке. Соплай опусти. Танк не пройдет твой. И что, этот мегадроп идет? Мегадропа там есть что-нибудь у Зерга на мейне, кстати? Ну, есть линги тут дофигища лингов. Да, тут отлично прям у Зерга все. Четвертую, кстати, терн нас не видит. Так, залетает у нас мегадроп. И он куда-куда-куда. Не рискует вроде, а рискует. Рискует. Какой замешатель начинается? Ну, самое главное война здесь, конечно же, на мейне у Зерга. Тут танки вроде как живы. Тут один красный танк уже имеет 8 киллсов. И он продолжает киллсы делать. Так, ну, пришли еще тараканы и минусы. Медиваки еще забирают сейчас. Вот эти медиваки дарит сейчас Теран, видимо, на Новый год. Забыл он сделать подарок. И вот сейчас его делает. И что делает у нас Теран? Смотри, он сливает почти всю армию Зерга, почти всю свою. По лимитам его 165 на 127. То есть Зерга очень много слил и потерял четвертую. Эти наглые маяки достреляли, даже в медиваки не сели, чтобы убежать. В тупую тут стоят. То есть Теран выбор-выбор. Его размен был на порядок лучше. Просто на порядок. Ну да, это та ситуация игры, когда Терану выгодно в ноль размениваться Зергом. Потому что у Терана есть... А, это экономика сильная. А, это продакшн. У него тут столько этих бараков. С лабами, с реакторами. В общем, шикарное производство. Он еще и торов начал делать. 8 бараков. Вот, бедолага Зерг. Уже на мэне нету минералов. У него только две обывающие локации. Еще один вот дрон будет. Чисто на подходе потерян. Так, 8 бараков у нас у Терана. И опять супер-мега-дупер-дроп летит. Сколько тут вообще медиваков? Да, опять у нас дроп от этого Терана. Он удушил зеркало просто затрепать этими дропами. Ну, очень на это похоже. Посмотрите, сколько медиваков от армии. Так будет классно хилиться. Какой-то переддроп. Тут дропнулся, тут переддропнулся. Что-то не понимает. Да, это тот человек, но увидел, что ничего здесь нет. Ну, дропайся тогда, не жди. Раз ты уже покажешь, куда дропаться. Значит, по-быстрым надо это дело все обтяпать. Кстати, зерки, когда видят просветку, очень часто заранее сюда агрятся. А вот почему этот зерк сейчас не торопится. Очень странно. И сейчас сколько мариков тут начинать. Надо на просаде играть. Да, удобное пространство для мариков. И смотри, какое тут очень трудно этим ультралом в узком пространстве. А Бэйн и Бэйн. И Бэйн и сноуплоки тут из-за спины. Сейчас начнется. Бах, бах. В очередной раз масс-дроп. Причитый был. Марики прибежали за кем-то. Откуда вы прибежали? За Фокусит, походе. Там еще и Торы пришли. Да. Вот это, конечно же, уже зря. Эти Торы терять нельзя было. Но самое интересное... Но зерг продолжает быть в минусе по лимиту. У зерга добывается одной локации. Вот в чем проблема. Да, сам те, что зерга забрали сейчас все локации, которые были. Сейчас у зерга осталась только одна вот эта. Где даже здесь маленькие устраивают бесчинство. Тут миллиард миниваков. Они все это выхилят, когда захотят. Даже не могут эти линки нифига заблутить. Сейчас надо собираться и уходить уже. Нет, да, все. То есть теран сейчас зергу вырезал все, как мой додыр. Вообще никаких шансов не оставил. При том, что он разменивался-то не очень, я бы сказал. Он там потерял огромное количество на бейнах, на ультралах. Но в целом он настолько был впереди до этого размена, что сейчас он продолжает лидировать. У него 170 на 130 лимит. Ну что ж, готовься, сейчас на тебя эту хату заберут. Бам, бам. Да, вот смотрю, ультралам трудного осенька, это пока здесь в этой крепости. Но их слишком долго, это видно. Вот смотрите, армия терана, уже даже вот наконец-то догадался теран Тора с собой в дроп взять. И пока вот тут зерк, оставшимися врачами, врачами, своими ультралами прямо они пришли на скан. Ультралами пытаются что-то сделать, они будут ходить, смотреть, где что у терана есть. Терана его прекрасно видит. Вот он сейчас придет на мейн и вырежет вообще все нафиг. Ни пещеры ультралиска здесь не будет уже, ни яблазарзителей, никаких санктов. А на мейне все он прекрасно отобьется. А мейн сейчас у зерка будет потерян, но в это время зерк забирает третью у терана. Но кроме этой у терана еще три добывающие есть. В том-то и дело. А вот опять, смотри, два Тора вышли против ультралов и стоят там. Вот зачем это делает? Опять дарит Торов. Да. Подарил еще подарок, но дабыни там, конечно же, уже беда у зерга. Там просто, там агония зерга. Тут просто не противизнете. Блин. Да чтоб ты жил так хорошо. Так, очередной у нас подлак, к сожалению. Мигнул свет.